В этот четверг, 14 октября, состоялось первое заседание Законодательного собрания 6-го созыва Тверской области. Всего в этом созыве будут работать 5 партий. Абсолютное большинство, 29 мандатов, получили депутаты Единой России. 5 мандатов УКПРФ, 3 УЛДПР, партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду», представлена двумя депутатами. Впервые в областной парламент прошли Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, которая получила один мандат. О том, какие вопросы обсудили на заседании, рассказывает Наталья Чекет. На первом заседании парламентарии рассмотрели, как будет построена работа Законодательного собрания. Избран спикер парламента, заместитель и председатель комитетов и сенатор от Тверской области в Совете Федерации. На первой встрече законотворцев присутствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя. В начале собрания глава региона обозначил основные направления для развития Верхневолжья. Наши демографические политики, это развитие инфраструктуры в городах, в малых городах, в столице, в поселениях, в сельской местности. Это газификация нашего региона, это формирование модернизации, программы по модернизации социальной инфраструктуры, это школы, детские сады, здравоохранение, учебные заведения. Ну и, конечно, наверное, очень важно сегодня об этом сказать, что это активная работа, более масштабная работа по модернизации и приведению в порядок нашей городской среды. Областному парламенту предстоит решать важные стратегические задачи. Прежде всего, ЗАГС Собрания примет законопроект о бюджете Тверской области на 2020-е два последующих года. Правительство Тверской области и парламент должны работать как единая команда для развития Верхневолжья, отметил вновь избранный спикер парламента Сергей Голубев. Безусловно, есть много задач, которые касаются действительно поддержки тех действий, которые региональная власть и губернатор проводят в сфере демографической политики, в сфере поддержки бизнеса, малого и среднего бизнеса, для улучшения ситуации с экологией, благоустройством наших городов и поселков. Все это связано с бюджетом. По итогам общего голосования депутатов Андрей Епишин наделен полномочиями сенатора Российской Федерации о Тверской области. Все мои планы работы, в первую очередь, связаны с планами работы правительства Тверского законодательного собрания. И, в первую очередь, это вопросы финансово-бюджетной сферы. Ну и обеспечение, конечно, финансовыми всех наших задач, которые сформулируют органы государственной власти нашего субъекта. Заместителями председателя областного парламента стали депутаты Александр Клиновский, Виктор Константинов и Юрий Циберганов. Продолжение следует...